Германия готова Не менее 25 мигрантов погибли, более 100 пострадали в Ливии в результате ДТП, в которое попал грузовик, перевозивший беженцев Пострадавших доставили в больницу города Бани Валид Авария произошла в 80 километрах от него В больницу Бани Валида доставили 124 пациента, более 40 из них в тяжелом состоянии Всего в грузовике находились более 200 нелегальных мигрантов В основном из Сомали и Эритреи Фура перевернулась в 180 километрах юго-восточной столицы Триполи Причина аварии пока неизвестна Предположительно, водитель не справился с управлением Среди погибших одна женщина и один ребенок 8 мигрантов забрали в Триполи из-за недостатка лекарств в Бани Валиде Здесь не хватает оборудования и лекарств, поэтому всем пациентам помочь сложно Бани Вали служит перевалочным пунктом для нелегальных перевозчиков людей Автотранспортом они доставляют мигрантов с границ соседними странами на Ливийское и Средиземноморское побережье Более 350 миллионов детей в мире живут там, где идет война Об этом в своем докладе сообщила Международная правозащитная организация Save the Children Согласно отчету, в начале 90-х годов эта цифра была на 75% меньше Уже седьмой год мы видим на примере Сирии, насколько увеличилась агрессия по отношению к детям, которые живут в зоне конфликтов Там бомбят школы и больницы, применяют химическое оружие и не пропускают гуманитарную помощь Ужасы войны сказываются на детской психике У них появляется много психосоциальных травм Ночные кошмары, недержание мочи во сне, неспособность сосредоточиться и учиться в школе Очень много последствий По данным ООН, с 2005 года в 25 конфликтах было убито либо искалечено более 73 тысяч детей С 2010-го число таких случаев увеличилось почти на 300% Но реальная цифра может быть намного выше, поскольку трудно проводить исследования там, где идет война Случаев отказа в доступе к гуманитарной помощи стало больше на 1500% Также детей часто подвергают сексуальному насилию Многих похищают и делают из них террористов-смертников По мнению правозащитников, причина всего этого в том, что участники конфликтов все чаще нарушают правила ведения войны Кроме того, вооруженные конфликты все больше распространяются на города и длятся все дольше При этом густонаселенные районы бомбят с воздуха и обстреливают из орудий Представители Safe the Children считают, что нельзя оставить безнаказанные военные преступления по отношению к мирным жителям и тем более к детям Клаудио Петрач живет в крытой галерее среди колонн у базилики Санте-Апостоли в центре Рима Раньше он и несколько других семей занимали заброшенное здание, но в августе прошлого года всех выселили 58-летний мужчина оказался на улице после смерти родителей Они болели два года и он ушел с работы, чтобы за ними ухаживать Когда отец и мать умерли, ему пришлось заплатить огромную сумму за медицинские расходы Позже пытался подрабатывать, но смог устроиться только посудомойщиком в ресторан Зарплаты на всем квартире оказалось недостаточно Петрачи – один из 4 миллионов 740 тысяч чатурянцев, которые живут в абсолютной бедности Такие данные за 2017 год приводит Национальное статистическое бюро Это самый высокий показатель за более чем десятилетия, несмотря на умеренное экономическое восстановление Мы невидимы, мы не соответствуем стандарту У нас нет денег, чтобы жить определенным образом в этом обществе И нас не хотят замечать Поэтому мы пришли прямо сюда, чтобы нас заметили Рядом с бездомными живут мигранты И те, и другие полагаются на помощь благотворительных организаций Для них самые большие каждодневные проблемы – это помыться, сходить в туалет и согреться Как мы тут живем? Плохо Мы сталкиваемся с проблемой гигиены Как сходить в ванную, помыться? Нужно ждать, когда привезут еду Потому что здесь нет возможности готовить 49-летняя Анжела Гросси живет у базилики с двумя детьми Говорит, что не ожидает от предстоящих парламентских выборов каких-то перемен Голосование намечено на 4 марта Мы все люди, а не итальянцы или марокканцы Мы все одинаковы Думаю, когда выборы пройдут, мы снова окажемся никому не нужны Нас просто прогонят В небывалом уровне бедности итальянцы меняют демократическую партию, которую возглавлял бывший премьер Матео Ренце Ну и правоцентристская коалиция, которая включает экс-премьера Сильвия Берлускони И евроскептическое движение пяти звезд О бедных тоже вспоминают мало В основном они фокусируются на создании рабочих мест и проблем иммигрантов А это означает, что Клаудио Петрачи и Анжели Гросси остаются уповать только на Бога Субтитры создавал DimaTorzok